Бонжур, ёкарный бабай! Зачем мы тут собрались? Хе-хе, да всё просто. Пропустить по парочке кружек Эля и поглумиться над нашими бедненькими и несчастненькими фэнтезёвыми произведениями. Зачем? Да потому что заниматься этим жуть как весело. И потому хватит любоваться тем, какой я прекрасный, бородатый и накачанный. Займёмся нашими грязными детишками. Итак, начнём с мелочи, которая по воле грёбанной магии становится не такой уж и мелочью. Вашему вниманию проклятущие гигантские пауки. О, да, уж этих-то мухажёров можно очень часто встретить в фэнтези. Даже во всяких Средиземьях, Забытых Королевствах, Вархаммерах этих бестий предостаточно. Оно-то дело и понятное, в принципе-то. Ведь мало тех, кто любит пауков. А уж больших пауков, так тем более. И вот так вот наши прекрасные авторы и режиссёры издеваются над нашими фобиями, тыкая в нас этими шестилапами с криками «Бу!». И, чёрт меня подери, это каждый раз срабатывает. Все мы знаем малютку Шеллов, и, как по мне, она прям прародительница этого арахно-клише. Разумеется, за что мы её и любим, ценим и, разумеется, уважаем. И с радостью готовы прихлопнуть тапком, как и ещё одну ползучую тварюку. Ну да мы продолжим, и от этого маленького клише переходим к другому, более важному и значительному. Ведь это клише посвящено нашему главному герою. Итак, взгляните на этого парня. Молодой, статный, неплохой пресс, отменная стрижка и, самое главное, он, мать его, достоин. Чёрт знает, чего достоин, но это дело не оспаривается. Будь то меч, застрявший между булок дракона, фолиант с заклинанием призыва самого Илуватара, корона, королевство гоблинов, альбиносов, Неважно, наш герой всегда достоин всех крутых плюшек, что можно отыскать в его мире. И неважно, что он ещё только вчера убирал лепёхи посреди свинарника на ферме. Он ведь главный герой у нас. Без особого труда этот парнишка выдернет тот самый меч из того самого несчастного дракона и пойдёт вперёд за тем, чего он, собственно, ещё достой. Чего-чего? Именно то, чего, мы выведем в отдельный пункт. Да-да, наш главный герой всегда достоин самой роскошной дамочки в своём фэнтезёвом мире. Разумеется, ведь он у нас хоть и занимался до этого теми самыми лепёхами в свинарнике, но даже при дворе, стоя при самой великолепной принцессе, которой в супруге набиваются принцы соседних королевств, наш герой, ну прям по-любому, ей приглянётся. Ну и там всякие лямур и все дела. А всё почему? Да потому что, как наш парнишка, чёрт возьми, достоин. Пора б уже усвоить. Не надо мне тут сейчас начинать тыкать всякими фактами, что бедняжка какой-нибудь там Джизаль Лофар никак со своей принцессой и не мог разобраться. Ну тогда, потому как для меня он совсем не главный герой первого закона. Имх, разумеется. Но всё равно, не нужно на меня наезжать, потому как я перехожу к следующему пункту наших клише. Что мы всё о достойных и про главных героев. Давайте-ка посмотрим на злодеев. Например, кто тут у нас? О, на орков. Вот уж так завелось, что в большинстве фэнтези-меров наши эти вот ребятки, чтоб не делали, это всегда плохо. Что-то построили, ну так это построили механизм, чтоб ломать. Что-то сломали, ну так это тоже плохо. Пиво сварили, ну так это тоже отвратная бурда, от которой выпадают зубы и ужасная диарея. Господа, я протестую. Что ж вы так набите несчастных орков-то? Итак, я объявляю создание фонда по борьбе с угнетением орков. Сколько можно это терпеть? Сколько можно идти на поводу проклятых длинноухих, которые вечно выставляют зеленокожих в дурном свете? Долой эльфийский режим! Восстанем клыкастые зеленоморды! И что мы будем делать? Да, А, сжечь, ломать, разрушать и грабить! Да, как-то не очень выходит. Но, между прочим, не будем так критичны, ведь есть у нас и орки во вселенной, например, древних свитков. Довольно-таки цивилизованные ребятки. Да и еще местами встречаются, потому клише, хоть и распространенное, но необязательное. Так что гнобим их только по ситуации. Это закрепили и значит можем переходить дальше. В общем, дело у нас теперь такое. Смотри-ка, орков всегда много. Это правило чертовски распространенное. Кого-то ж нашему герою нужно резать. Правильно, резать орков. Но тут смотри-ка я проблемка. Гребаных орков, ой, простите, не хотел обидеть чувство зеленокожих. Так вот, великих орков зачастую бывает уж слишком много. И потому нашему герою нужна дружная компашка. Вместе с которой он и будет устраивать этот лютый геноцид клыкастых бойзов. Это клише бывает двух типов. Первый вид, это когда нашему пастуху прям на старте его задания выдается пачка разнообразных засранцев. По классике, почти у всех этих засранцев разные умения или классы или ориентация. Пам! Деребовые шутки в стенах таверны. Могу, умею, практикую. И с большим удовольствием. Второй же вариант, это засранцы, которые постепенно привыкают к нашему горе-герою. Вот прям да, постепенненько на протяжении всего пути. За качество подобных ребяток отвечать сложнее, ибо зачастую они даже изначально пытаются грохнуть нашего героя, а уже затем становятся его лучшими друзьями. Но вы знаете, эти клише, они, черт их подери, именно такие. И, собственно, из вот этого, что мы сейчас обсудили, плавненько, тонкой струей вытекает и следующее клише. Вот она, наш пачка отважных ребяток. Города задрав носы, шествуют к главгаду, сносят орды врагов, раскидывают всех направо, налево, добывают артефакты по классике нашего заведения, спасают драконов и убивают проклятущих принцесс. И делают они все это со своей маленькой и дружной компаркой. Обычно так, примерно в 5-10 рыл. И тут такой вопрос, господа любезные, а где все остальные? Не, ну, дело понятное. В легендарном произведении Властелин колец, конечно, в борьбе с Сауроном участие-то принимали, ну, практически все народы свободны. Но хватает ведь у нас и фэнтезиевых работ, в которых судьба всего мира возложена сугубо на отряд наших засранцев. И это хорошо, если на целый отряд может и такое случиться, что судьба мира на плечах одного, единственного, того самого, что еще вчера лепеху коровью палочкой ковырял. И тут у меня вопрос, а где все остальные? Остальным что? Влевать, что ли? Сидят с мыслями в духе, ну, если этот пастух не справится, то мы тогда это. Посмотрим на ужасный метеоритный дождь, сгорим в ужасном адском пламени, станем рабами кровожадных диких орков. Хм, а шо, неплохо. В общем, так, уровень ответственности граждан фэнтезиевых миров порой зашкаливает до такого уровня маразма, что, мам, не горюй, как так жить-то можно? Отвратительно, ужасно, я прям катастрофически зол. И, дабы развеять всю эту нервную обстановочку, давайте-ка перейдем к следующему клише. Между прочим, последнему на сегодня. Так что допивай Эль и слушай сюда. Судьба. Эх, что мы знаем о судьбе? Гадалки предрекают нам, как сложится она в дальнейшем. Боги повелевают ей, но мы не можем до конца понять, есть ли она на самом деле, как ей управлять, как ее изменить. Да, гребанная философия фэнтези таверни. Да. Ну вот, что точно известно о судьбе, так это то, что в любом фэнтезиевом произведении она делает любую штуку круче в миллион раз. Ты только прислушайся. Меч судьбы, лук судьбы, кольцо судьбы, плащ судьбы, гульфик судьбы, носки судьбы. Звучит-то как... О, да, дружище. Любая палка прибавляет к своим характеристикам, стоит ее только в названии получить приставку судьбы. И это, черт возьми, тоже гребанное клише. Не будь это такая штука распространенной, мы бы хрен говорили о ней. Как и о многих других клише, которые мы тут разбираем и издеваемся над ними. Благодаря кому? Разумеется, вам. Ведь именно вы накидываете кучу идей и примеров клише в комментарии, за что вам огромнейшее спасибо. Потому для продолжения рубрики накидывайте еще. Хоть этой гадости мы уже и насобирали на черт знает сколько выпусков вперед, но и ваши варианты лишними не будут. Так сказать, kill them all! Ибо нефиг из нашего любимого фэнтези конвейер устраивать. Фэнтези это вам не Ассасин Скрит какой-нибудь. Ну а я аж благодарю тебя за визит в фэнтези таверну. Если тебе нравится мое заведение и ты бы мог его поддержать копейкой, то жмакай на кнопку спонсировать прямо под этим выпуском или под любым другим. Или же отправляйся по ссылке в описании на мою страницу в бусте с дополнительным аппетитным хмельным контентом, которым я делюсь именно там. Ну а на этом все. Спасибо за внимание и до встречи в фэнтези таверне.